Горпогон Гопсекович Плюшкин. Так бы мы могли озаглавить этот отзыв на книгу Младена Доллара о скупости и связанных с ней вещах. Скряга, скупец, стяжатель, скопидом, скупердяй, сквалыга, алчный, скареда, лихоимец, крохобор, расчетливый, Горпогон, Гопсек, Плюшкин. Это все синонимы слова скряга, скупец. В книге о скупости Младена Доллара мы имеем дело собственно со скупостью и ее вариациями, которых в русском, российском издании на русском языке 12 штук, а в оригинальной книге и в изданиях переводных на других языках 11 вариаций. Почему так? Об этом ближе к концу видео. Автор берет из непосредственной истории, библии, стереотипов, экрана, литературного наследия, Мольера, Диккенса, Бальзака, Шекспира, Достоевского, Гоголя, Пушкина. Аналитический уровень работы дает нам представление о зарождении самого понятия скупости и ее трансформации в литературные и исторические периоды. Тема скупости поднимается в 12 вариациях, синхронном и диахроническом срезах, которые иллюстрируют серию структурирования коллективных и частых образов скупости в период зарождения европейского социального пространства, и гуманистической мысли, и генезиса капиталистической организации товарного производства. В аналитическом срезе тема скупости связана с фантасмагорическими образами человеческой комедии или трагедии. Как посмотреть? Христианство и структура канона грехов, формирующих западную мораль, еврейство, объекта и субъекта ненависти в мире, экономико-капиталистический дискурс, как расставщическая система торговли и прибыли, любви и дружбы, обмена подарками. В отличие от экономико-коммерческого дискурса, к тем фантасмагорическим образам, которые присутствуют в нашей повседневной жизни. Вопрос в том, как понимать концепцию скупости в истории, и каковы исторические привязанности, на основе которых мы понимаем эту концепцию сегодня, представляется центральным вопросом формулирования ответа при анализе скупости. Ответ на поставленный вопрос автор находит сначала в самом христианском каноне грехов, а затем в художественной литературе. Той литературе, которая отразила в своих литературных формах само явление сребролюбия. Если христианский канон семи грехов представляет собой перечень человеческих слабостей, то есть человеческих желаний, перешедших черту, то для греха достаточно всего лишь одной мысли. Потому что мышление это акт, в котором генерируется избыток, выходящий за пределы нормы поведения. И именно в этом проявляется этика желания, которую выделил Лакан. Не уступай в отношении своего желания. Первый классический пример, который приводит Младен Доллар, это образ Мольеровского скруджа 1668 год, действующего в соответствии со своим принципом. Копи еще больше. И олицетворяет то, что можно назвать фетишистским аскетизмом богатства. Таким образом, аскетизм богатства олицетворяет параноидальную позицию скряги против расточительства, расточительного расходования богатства или расходов вообще. В этот момент в скупца вторгается его непримиримость по отношению к желанию, которое проявляется в тираническом накоплении денег, золотых монет, как объекта желания. И это все исключает потребление. Однако, поскольку в таком образе скупца отсутствует та снисходительная нотка потребления, расточительность, которая характерна для более нового времени, Доллар переходит к другому образу скупца, к постмодернистским фигурам скряги. Этот скряга не теряет своей реальности в эпоху виртуального бизнеса, спекулятивного богатства, в эпоху дематериализации денег и богатства. Он только теряет свой старый фетиш и приобретает новый – траты. Траты становятся калерятами скупости, потому что без трат нет ни прибыли, ни увеличения богатства. О тратах мы более подробно говорили в отзыве на книгу Жанна Бодрияра «Система вещей» и критики политической экономии знака. Вы можете найти отзыв на эти книги, перейдя по ссылкам в описании или подсказках, если они у вас отображаются как аннотации. Скупость достигает в своей диалектике противоположности потребления и доходит до самой скупости. Эту привилегированную форму жесткой экономии, которую сформулировал в анализе потребительского духа Кэмпбелла. Доллар называет радикально новой отправной точкой современного потребительства, которая встроена в рекламный дискурс, с помощью которого генерируются новые способы потребления и сбережения при покупке новых продуктов. Ну, конечно же, здесь мы опять отвлечемся от нашего отзыва и вспомним, как нас учит реклама. Возьми кредитную карту и получи кэшбэк во всех магазинах 20%. Или возьми вот эту карту, которая будет одновременно и кредитной, и накопительной. Одновременно тратьте и накапливайте. То есть получается, что вот эти рекламные дискурсы, они были очень хорошо проработаны. И те, кто делает рекламу, они знают про скупость. Они знают все эти дискурсы. И поэтому обычному человеку, который не читает к ней, который не начитан, у которого нет широкого кругозора, он не может увидеть за вот этими предложениями, сэкономить на покупках. Ну и что? Если вещь стоила, допустим, полторы тысячи рублей, а по скидке ее предлагают за 800 рублей, плюс, если вы оплачиваете какой-то специальной картой, то вы получаете скидку еще 5%. Я все равно потрачу. Не буду сейчас в уме считать эти 5% получать. 750 рублей пусть, да? Я потрачу еще. 760, если быть точным. 760 рублей я потрачу вместо полутора тысяч. Но я все равно их потрачу, эти 760 рублей. Они уйдут у меня из сундука. Но за счет завуалированности этого предложения мы получаем, что мы тратим деньги, но при этом мы считаем, что мы сберегли. Сберегли, покупая вещь, которая нам. Сберегли, покупая вещь по скидке, которую мы бы не купили по обычной цене, потому что она нам не очень-то и нужна. Я тут вспоминаю такую поговорку, присказку. Женщина купит рублевую вещь за 50 копеек. Нет, женщина купит ненужную рублевую вещь за 50 копеек, даже если она ей не нужна. Мужчина купит за 2 рубля рублевую вещь, если она ему очень нужна. Это так, на размышления. Но возвращаясь ближе, собственно, к Младену Доллару, он также анализирует скупость с точки зрения психопатологии и анализа Фрейда. Кульминацией этого анализа является бесконечное суждение, в котором вырабатывается истина, что золото или богатство – это экскременты. Золото – это иллюзия, скрывающая свою настоящую истину, а именно то, что оно является экскрементами. Анальность стала флагом обмена, устранения или удержания, из чего следует, что пара расточительства, скупость в западноевропейском воображении является коррелирующим пары аварития, скупость сохранения при себе и взятия каритос, щедрый любовь и дарение. В христианской мифологии гесты каритос это означало бы, что мы отдаем деньги, тратим, чтобы спасти наши души. Но с другой стороны, мы сдерживаем, собираем, копим, чтобы в конечном итоге оказаться в навязчивой заботе о накоплении излишков. Это добавляет величайшее удовольствие и ведет нас к аскезе. И что это за трансцендентный объект? Именно избыток удовольствия не имеет реального коррелята и поэтому не может быть найден ни в деньгах, ни куплен за деньги. Вот почему мы никогда не сможем составить уравнение «деньги равно дерьмо». Потому что именно то, что позволяет нам сказать, что в деньгах есть что-то большее, чем деньги, или что в дерьме есть что-то большее, чем деньги, это именно то, так сказать, большее, который настоящий эквивалент любви. Доллар говорит, что все истории о скрягах это также любовные истории. Любовь это предел скупости. Прежде всего в том прямом смысле, что скупец попадает в ловушку, когда хочет впустить любовь на свои счета. Образ расставщичества один из образов связанных с докапитализмом. Излишек денег, о котором идет речь, это именно прибыль от расставщичества. То есть прибыль, которая, по словам Маркса, движет капитализм вперед. А поскольку капитализм есть смертный грех по преимуществу, то жадность есть не что иное, как порог буржуазии или то, что определяет буржуазию вообще. Поскольку мы говорим, что буржуазия давно выбрала деньги, ее жизнь обречена стать частью толпы денег без жизни. Частью буржуазной истории являются не только деньги и сокровища скряги и буржуазии, но и последнее в связи с мифическими особенностями иудаизма. Эти мифические жесты ни в коем случае не так уж не винны, поскольку мы знаем, что они отражают жесты ненависти. Еврей становится одновременно субъектом ненависти и объектом ненавидимым становится он сам. В дополнение к историческим свидетельствам времен раннего капитализма доллар переосмысливает 12 век как фатальную волну антисемитизма, в которой родились идеи о евреях и еврействе, которые сохраняются и сегодня. А что собственно сохранилось? Сохраняется причастность алчности к антисемитизму, которая проявляется в трансцендентном объекте субстанции жизни, в том фунте мяса он имеет свое происхождение в римском праве, которое является эквивалентом процента. Доллар объединяет проблему еврейства, расставщичества, любви, дружбы, ненависти вокруг этой фантастической метафоры, которая сопровождает евреев. Его уже можно найти в венецианском купце Шекспира конец 16 века, где действуют две истории. Выбор пропорции жениха и женитьбы на Басанио и Шейлоки и его судья Антонио, которые соответствуют упомянутой паре Коритос, метафоре христианства и Аварития, метафоре иудаизма. В самом названии произведения Шекспира, как говорит доллар, заключена двусмысленность. Кто такой венецианский купец? Мы обнаружили, что читать Коритос и Аварит его необходимо вместе. То в венецианском купце нам приходится вместе читать любовный сюжет обоих действующих лиц, чтобы получить ответ. Поскольку старая проблема всегда существует, экономику и любовь невозможно разгадать без крови, фунта плоти. Таким образом, парадигматическая оппозиция между Ветхим и Новым Заветами всегда находится посередине и гореблется между благодатью и любовью, буквой закона и местью, то есть между коритос и аварития. А поскольку нас может спасти только благодать, а не справедливость, мы оказались в пропасти. Поэтому ошибочны думать, что Христос обещал за нас фунт мяса. Доллар думает как раз наоборот. Христос пообещал за себя фунт мяса для искупления человечества и был безжалостно казнен. Поэтому он посвятил свое тело букве закона, чтобы погасить долги человечества. Поэтому благодать выступает как акт излишества, как эквивалент прибыли. То, что мы имеем дело с предметом, как и с излишеством, имеющим два лица. Как невозможный предмет излишества фунт мяса и как возвышенный предмет излишества избыток, то есть благодать. Христос не заплатил за наши грехи. Он логика расплаты, как объясняет нам доллар, с помощью которой мы можем выйти из обмена, который разоблачил Маркс. Так что христианский жест коритос это не вход в логику благодати, а скорее выход из нее. Отказ от логики обмена, в котором раскрывается истинная суть пост-христианской установки любовь без благодати. Это был краткий обзор первых 11 вариаций. Но мы помним, что в русском издании, в российском издании на русском языке их 12. И 12 вариация называется «Русская душа знак вопроса», в которой доллар берет известные нам со школы произведения русской классической литературы «Маленькие трагедии Пушкина». Гоголь, Достоевский с его преступлением и наказанием Раскольникова, старушкой проценщицей и доллар говорит, что старушка проценщица она не скряга, ее нельзя отнести к скрягам, потому что она женщина. И у нее другие предпосылки для того, чтобы вот это все накапливать. Также он проходится и очень точно подмечает характеры гоголевских мертвых душ. Плюшкина, Манилова, Коробочки и так далее. И доллар говорит, что только Плюшкин выбивается из всей этой череды персонажей. Он говорит, что Плюшкин он наверное эталонный скряга, эталонный скупец. Но стать скупцом он стал скупцом из-за трагедии, которая произошла в его жизни. Тех трагедий, которые не происходили в жизни других персонажей. Сейчас перед завершением видео, поскольку мы начали сразу с место в карьер. Посмотрим, как называются собственно вариации книги Младена Доллара. А потом я вам прочитаю аннотацию. Итак, содержание. Введение тема. Первая вариация аскет и потребитель. Вторая вариация испражнения и любовь. Третья вариация проценты и чистилище. Четвертая вариация чума и фантазм. Пятая вариация золото и свинец. Шестая вариация Антонио и шейлок. Седьмая вариация фунт мяса и дочь. Восьмая вариация милость и наслаждение. Девятая вариация душа и сверх я. Десятая вариация лес нон дупес эрент не давшие себя обмануть заблуждаются. Одиннадцатая вариация джиу грик. Двенадцатая вариация русская душа знак вопроса литература и аннотация. Настоящая книга пытается проследить скупость красной нитью проходящую через нашу культурную историю если такая вещь существует. Поскольку скупость вполне может служить постоянным напоминанием о том, что вся история культуры опирается на материальную прослойку, на вторжение материального и экономического в возвышенную сферу духовной культуры. Вдохновением для прочерчивания данного лейтмотива в качестве его источника послужили три коротких и показательных высказывания. Скупость как грязная оборотная сторона духа в примере Фрейда. Скупость как погоня за излишком в любых благах и в особенности за тем, что в деньгах больше, чем деньги согласно Марксу. А также перспектива недавних воплощений алчности. Вплоть до последствий кризиса 2008 года ознаменованного жесткой экономией долгами. Но вообще это бесконечная история, где каждая часть представляет собой одновременно подтверждение своей вневременной природы. И в то же время удивительный новый поворот в чем-то хорошо известном с незапамятных времен, но неизменно странном, жутком и избивающим с толку. Я рекомендую прочитать эту книгу не только тем, кто интересуется психоаналитическим подходом к анализу дискурса, но и всем, кто интересуется как генезисом современной концепции аскетизма, так и ее историческим развитием. Немного расскажу о собственно самом издании. Мы с вами уже говорили о голосе и ничего больше. Млада на доллара тот же автор. Я когда говорил, что отмечал, что это издание в белой обложке и рано или поздно она станет темноватой, желтоватой и так далее. Так вот, издание о скупости. Сзади у нее обложка черного цвета, спереди белого. Я еще не успел дочитать, уже появилось пятно. Не знаю откуда. Со временем, я думаю, оно расползется дальше. Ну, ничего страшного, это книги, как раз предназначенные для чтения. Перед, собственно, завершением видео, я приглашаю вас на литературный Бусти, на котором уже есть видеоотзыв на книгу Карла Шмидта «Политическая теология». Отзыв доступен для подписчиков на две недели раньше, чем он выходит для всех здесь, на Ютубе. Проходите по ссылке в описании, на Бусти подписывайтесь, получайте доступ. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. До новых встреч.